Долгие годы, во времена советской власти, в советские времена, рядом с этим храмом были улицы, которые носили имена убийц царя Александра II, а такие превратности судьбы. Замечали ли вы когда-нибудь такую парадоксальную вещь, что бывает ты живешь в городе, но при этом в нем одновременно не живешь и знаешь о нем очень-очень мало. Причем постоянно кажется, что придет время, я схожу в тот музей, в этот музей и так и не ходишь никуда. Удивительно, я практически всю жизнь прожил в Питере, но наверное 80% интересных мест и музеев я до сих пор не посетил. В ближайший месяц я хочу посвятить Питеру найти самые интересные материалы, которые касаются Санкт-Петербурга, рассказать их вам, ну а если вам это станет интересным, то подобные влоги будут продолжаться, так что дело за вами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, это и есть знак для меня, что тема вам очень интересна. Возможно для кого-то будет полезная информация, сейчас ехал на обычной службе такси с самого окраина города до самого центра, я сейчас на гостинке нахожусь, стоил все 500 рублей. Юбер такси в Питере дороже, чем обычное такси, я езжу на 77, 1777 службы, так что это не реклама, просто может кому-то будет полезно. А еще после Минска, вот я к таким вещам привыкнуть не могу, смотрите, здание, все в сосульках. Ладно, это особо не важно, потому что в центре Питера есть на что посмотреть, и мы сейчас этим займемся. Сначала мне нужно только зайти в одно место, купить маленький проводочек для внешнего микрофона, для петлички, который у меня сломался, а в Минске его найти было практически невозможно. А то здесь есть, без проблем. Ответ на ваш вопрос, почему в Москве подъезды, а в Питере парадные? Разве можно это назвать? Подъезды. Это парадные. Здравствуйте. Проводок Роде ЦС-3. Первая миссия выполнена, проводочек я купил, без этого провоточка невозможно подключить петличку. Теперь будет звук намного качественнее. Сейчас мы находимся в Пассаже, один из самых известных универмагов города Питера. Их все три, ДЛТ, Пассаж и, естественно, гостиный двор. Все находятся, кстати, очень близко друг к другу. Самый необычный манекен, который я видел в своей жизни. Я в Пассаже не был очень-очень много лет, но сейчас в Пассаже складывается впечатление. Дорого-богато. Непростой магазин для тех, у кого здесь куча была. Хотя я могу ошибаться. Сейчас посмотрим, какие еще экскурсии проходят в Питере. Для того, чтобы составить какой-то предварительный план на месяц. А вы сможете более-менее представлять, что мы будем делать в этот месяц. Новгород, Псков, Пушкин, Павлов, Гатчино, Новгород. Новгород, Тихвин, Ценник. А здесь экскурсии по городу. Петротур, Петергов, Весельбург, Кронштадт, Новгород. Он тоже что-то не особо по городу. Кстати, если вы знаете что-нибудь интересное про Питер, какие-нибудь легенды, какие-то интересные места, обязательно пишите в комментариях, предлагайте. Эти места, возможно, я посвящу один из выпусков как раз месту, которое предложите вы. Такую экскурсию обязательно надо будет сеять. Ночной Петербург. Казанский собор мы сходим в следующий раз. А сейчас мы идем в Панк-Др. Ну так вот, пока мы пробираемся к храму Спаса на Крови, краткую такую справку вам расскажу. Очень кратко, очень простую, все как вы любите. История данного храма очень уникальна. Построен он на том самом месте, где в 1881 году, 1 марта, был убит русский царь Александр II. Причем событие вот от его смерти покрыто таким количеством мифов и таким количеством необъяснимых вещей, что подчас тоже задуматься о каком-то заговоре тайного мирового правительства. Изначально покушение планировали провести по дороге. Специально для этого террористы даже арендовали сырную лавку, в которой пытались прорыть туннель, чтобы оказаться ровно под дорогой и заложить там бомбу. Но что-то пошло не так, и именно в тот день, 1 марта, император Александр решил выбрать другой маршрут. Ехал он вот по этой дороге, повернул от инженерного замка, и как раз, когда оказался на месте нынешнего храма, один из террористов бросил ему бомбу. От первого взрыва император абсолютно не пострадал. Пострадали члены его охраны, была повреждена карета, и дальше охрана сработала очень странным образом, из-за чего, кстати, очень много легенд и мифов и родилось, собственно. Многие говорят, что кто-то из его охраны был в сговоре с террористами, потому что вместо того, чтобы быстро усадить императора в карету и увезти, императору позволили из нее выйти, пройти место взрыва, а на месте взрыва сдал уже второй террорист, который успешно довершил начатое. Взорвалась еще одна бомба, террорист погиб на месте, а у Александра Второго оторвало ступню. Вместо того, чтобы в экстренном порядке отвезти Александра Второго куда-то в больницу или в ближайший дом там, его истекающего крови повезли в Зимний дворец. Ехать достаточно далеко, учитывая, что в те времена мерседесов и лимузинов-то не было. В общем, пока он доехал, он истек кровью и через непродолжительное время все-таки скончался. Храм, как мы видим, построен был в русском стиле и очень напоминает храм Василия Блаженного в Москве. Изначально на этом месте хотели построить всего лишь часовню, и она была, кстати, построена, но через год часовню отсюда перенесли в другое место и начали возводить этот храм. Ходило много легенд, что якобы люди, обычные граждане, жители Петербурга были настолько ошарашены вот этим убийством и так хорошо относились к Александру, что собрали аж целых 2,5 миллиона рублей по тем деньгам это астрономическая сумма. На самом деле, это не так построен этот храм исключительно на деньги государственные. Кроме того, изначально смета составляла 2,5 миллиона рублей теми деньгами, естественно, но в итоге обошелся этот храм на миллион дороже. И этот миллион полностью заплатила царская семья. Находимся мы в храме Воскресенье от Местерова. Храм построен на том самом месте, где был смертельно ранен российский оператор Александр Ходли. Вот поэтому в храме есть еще одно население, но как раз наиболее известное это спасло. Воскресенье Субтитры создавал DimaTorzok К сожалению, камера не способна передать всю красоту, которую вижу я сейчас Здесь нет ни одной нарисованной иконы, ни одного нарисованного рисунка Это все мозаика И по размеру эта мозаика является одной из самых крупных в мире И все, что мы видим сейчас на потолках, на стенах, это все сделано техникой мозаики Это надо, наверное, один раз увидеть для того, чтобы понять весь этот масштаб и всю эту красоту Библейские истории жизни Иисуса Христа, вознесение Иисуса Христа Все это мы здесь увидим, если вы сюда придете Поэтому настоятельно вам рекомендую обязательно посетить это место Как говорится, это место, которое просто невозможно пропустить Особенно если вы живете в Санкт-Петербурге Это уж стыдно, туристы приходят, а вас до сих пор здесь не было Это то самое место, где совершено было убийство царя То есть весь этот храм построен фактически вокруг данного места И именно то место, вот кусок бордюра, набережная И выложен красный крест из цветов Долгие годы, во времена советской власти, в советские времена Рядом с этим храмом были улицы, которые носили имена убийц царя Александра II А такие превратности судьбы Сейчас, естественно, улицы переименовали Но вот такая история в нашем городе была Очень атмосферное место, очень интересное место Я к своему великому стыду и сожалению Как и многие из вас, очень немного знаю про Санкт-Петербург Это, естественно, что-то знаю Но к великому сожалению Мы очень часто в нашей жизни, когда живем в каком-то городе Не очень как-то активно изучаем его историю Как-то откладываем все время на потом Кажется, что, ну, схожу, еще есть время, еще есть время И так пол жизни проходит, а ты нигде и не был, ничего не знаешь Друзья мои, я очень прошу вас оценить данный ролик Своими лайками, своими комментариями Для того, чтобы мне понять, насколько тема вам интересна Стоит ли мне продолжать И потому что ролики, как ни крути, я снимаю в основном для вас Я вот сейчас иду и задумался, каким вопросом задался Блин, если же я буду вам рассказывать про Питер Что-то можно несколько лет, наверное, на это потратить Или не десятилетий Столько всего интересного, столько всего необычного В общем, от сегодняшнего видео очень жду Какого-то отклика, какой-то вашей реакции Потому что, по сути, вы решите судьбу дальнейшего канала И если я увижу, что в ближайшем ролике Которые, точнее, влоги про Питер Вам действительно понравились Значит, мы, возможно, скорректируем свои планы И останемся в нашем родном добром Питере Для того, чтобы с новых сторон открыть его для вас Да и, в принципе, для себя тоже Как я уже и сказал, я про него тоже не так много знаю Как мне хотелось бы, наверное, узнать Но вот этот дух и атмосфера Питера Это нечто необыкновенное на самом деле Помните, я снимал ролик Питер люблю и ненавижу Вот прямо сейчас такое же ощущение Когда бродишь по старому Питеру По историческому центру Понимаешь, насколько он прекрасен Насколько он классный Насколько он красивый Насколько он удивительный Одна из мистических особенностей Питера Заключается в том, что этот город способен тебя затянуть Именно поэтому я его отчасти все время и боялся Потому что вырваться из него порой очень-очень сложно С каждым днем прожитым вот сейчас в Питере Я понимаю, что уехать из него будет все сложнее и сложнее Как бы мне этого не хотелось Но факт есть факт Питер очень сильно засасывает Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok